Я вас приветствую, дорогие мои друзья, с вами Дмин от MiOneGames и это четверг, а значит акции и скидки в GTA Online. Как всегда, Дмин, оставайтесь со мной и мы продолжим, конечно же, смотреть скидки, x2 и так далее. Для этого все, что нужно, это подписаться на канал, если еще не подписаны, поставить лайк, чтобы поддержать ролик, он пошел дальше, ну и, конечно же, оставить свой эпичный кингста щит-комментарий. Так, начинаем, тачка на стенде, ох ты, ну вы и так поняли по превьюшке, это у нас аудюшка, как раз из недавних, сейчас глянем. Вот оно, Tailgater S, достаточно неплохая машинка, по крайней мере, внешне мне очень нравится, LAM-121, вот ее я бы хотел на PS5 выиграть, да и где-нибудь еще можно, например. Так что, всем удачи, кто будет играть. Итак, акции на Legendary. Та Рера, та тачка, которая на стенде была недели две назад, по-моему, до того, как поставили то недоразумение. У нас по скидочке. ЕТР-1 у нас тоже по скидочке, такая гоночная машинка. На втором сайте транспорта у нас Султан, новенький тоже по скидке. Вот давайте немножко повангуем. У меня есть ощущение, что на этой неделе будут скидки на автомастерские и будет, может быть, Х2 на задание в автомастерских. Посмотрим. На Warstock'е у нас есть на Nightshark скидочка. Научитесь, утюнить его надо в ПКП, Avenger или еще где-нибудь в таких местах, где есть мастер по транспорту с оружием. Ух ты, смотрите, тампа с оружием. Ну, инсургент у меня давно за нуль уже. Техника Лакова, все это из этого импорт-экспорт. Рокет Волтик. О, веселая машинка. На династии скидок нет. Нет, я оказался неправ, на автомастерские нету на скидок. Ну, просто по транспорту мне казалось, что должно быть. Ну, ничего страшного. Так вообще ни на что нет скидок получается. Так, время крутить, ребятки. Время крутить и смотреть, что же нам выпадет. Вы можете что-то доказать и заказать, и посмотрим, выпадет ли это. Так, загадать точнее. Тачки не будет, вижу. Ну, блин, ну, конечно же, конечно же, шмотка, конечно же, футболка. Открытая одежда тигровой. Ух ты, блин. Шоколадка тебе пойдет такое? Не знаю. Так, смотрим по режимам, гонкам и так далее. В режимах пока вижу только противоборство эвакуации. Ну, рейтинг такой себе, около 70%. Ну, X3 опыт и X3 денег, не знаю, может быть, как-то искрасят нашу печаль. Ну, как бы и все. Ага, вот оно что. У нас тестовый транспорт. По-моему, это Туризма Классик, если я не ошибаюсь. Так, да-да, Туризма Классик. Давайте глянем, что для этого нужно. Самое автоклубы, премиальное испытание в числе первых лучших в семи гонках. О-о-о, серии уличных гонок. Прошу подметить. Меня просили подмечать, а то некоторые не читают, просто слушают. Серия уличных гонок в числе первых... Что-то слишком много условий для такой машины, вам не кажется? То есть тачка за 2 ляма, за 2,5, она куда меньше условий имела. Но, тем не менее, давайте посмотрим, что у нас здесь. А здесь у нас, ребятки... Давай глянем. РТ-3000 у нас здесь. Дэйти, вот эта вот новенькая машина. И Грэнджер, вот этот здоровенный. С прикольной раскраской, кстати, мне нравится. Очень даже неплохо. Так что, ребятки, кто желает... Там кто-то... Кто-то аж входит в машину, смотрите. Заглядывает аж в самое дно машины и руки туда сует. Опа! Что там? Кто там? Так, ладно, хватит угорать. Беззащитными ботами. Так, ну что, перейдем к самому интересному, наверное. Итак, ребятки, что вам бы рассказать. 30% скидочка на склады спецгрузов и автотранспортный склад. Это работа в офисе. А также скидочка 50% для покупки сырья в бункер и в предприятии мотоклуба. Помимо этого, двойная скорость на разработке в бункере. Если вам нужно что-то там открыть из модификации, то переводите персонал на разработку и летс гоу. Ну и x2 опыта, x2 денег на задания со специальным транспортом. То, что мы на прошлой неделе смотрели задания босса, только, соответственно, те задания, которые со специальным транспортом. Ну, по крайней мере, это так, как я понял. Данную новость. Ну, что ж, ребят, на этом все. И, конечно же, я прошу вас иметь в виду то, что бывают иногда косяки с информацией, которую я вам говорю каждую неделю. Но дело в том, что косяки чаще всего бывают не мои, а тех людей, которые выставляют эту информацию. Поэтому, само собой, как говорится, уж как есть. Я работаю с тем, что я нахожу на просторах интернета. В остальном же, конечно, извиняюсь, если что. Но в любом случае, вы можете дополнить мой рассказ. Я его пролайкаю, если в нем будет смысл какой-то в вашем дополнении. Ну и просто самых таких интересных я, конечно же, тоже пролайкаю. По-прежнему напоминаю, чтобы, как говорится, эта рубрика выходила дальше. Все, что нужно, это поставить лайк, подписаться, если не подписаны, чтобы не пропускать новые видео. А также писать свои комментарии. Это очень помогает, и вам это ничего не стоит. На этом у меня все. Все, что я нашел, все я вам предоставил и запаковал. Так что принимайте. Всем спасибо, всем пока, мир у мир, не болейте и будьте всегда счастливы. А я пошел дальше.